Добрый день, меня зовут Александр Шипилов, я вхожу в команду агентства стратегических инициатив, возглавляю управление по взаимодействию с институтами развития. В мои задачи входят организационное развитие агентства, улучшение регуляторной среды, и, кроме того, я победитель второго сезона конкурса «Лидеры России». Как финалист и как победитель лидеров России я получил образовательный грант и сразу же стал рассматривать разные варианты, куда бы я хотел пойти учиться. Было несколько критериев, которые я определил. Во-первых, я бы хотел, чтобы это был международный диплом, котирующийся во всем мире, и, причем, желательно, чтобы это образовательное учреждение находилось на достаточно высоких позициях в мировых рейтингах. Во-вторых, меня однозначно интересовало именно экономическое бизнес-образование. В силу того, что мое базовое образование естественно научное, мой опыт в основном, предыдущий, был связан с государственной службой, я хотел бы усилить свои компетенции в области именно делового администрирования, в области экономики. Это было вторым критерием. Третьим критерием было формальное требование со стороны Оргкомитета лидеров России, что это должна быть образовательная организация, аккредитованная на территории нашей страны. После того, когда я на все эти критерии посмотрел, объективно выбор оставался не такой уж большой. И среди нескольких программ, которые были доступны, наибольший интерес для меня представляла и представила именно программа Гренобильской школы бизнеса совместно с РАНХИКС. Преподаватели из различных международных школ, обучение на английском языке. Группа состоит в основном из представителей коммерческих компаний, совершенно из разных секторов, достаточно высокого уровня. Представляет либо топ-менеджмент, либо мидл-менеджмент. Для меня это тоже такой очень полезный круг общения. Если говорить о том, что можно применять уже сейчас, то однозначно самый первый модуль, который вел Михаил Минков, очень интересен. Культура ест стратегию на завтрак. И очень часто, когда у нас очень хорошая стратегия, проблемы с культурой не позволяют нам... Даже не то, что с культурой, проблемы с нашим взаимодействием из разных позиций, из разных культур не позволяют эту стратегию реализовать. Если мы пытаемся внедрить какие-то изменения в организации, но не меняем культуру, скорее всего, мы не преуспеем. Поэтому вот если говорить об этом модуле, то это однозначно было очень интересно. И я точно знаю, как это можно применить в своей уже текущей деятельности. У меня есть совершенно четкое понимание. И когда мы общались с ребятами, обсуждали это в группе, я понимаю, что у многих оно совпадает. На MBA идут люди, у которых уже есть какой-то опыт в своей сфере деятельности. Но они хотят чего-то большего. Либо они хотят переместиться в какую-то смежную отрасль, либо они хотят повышения по карьерной лестнице. Либо, может быть, они просто хотят какого-то дополнительного толчка для себя. И однозначно, с этой точки зрения, MBA очень полезна. И я бы рекомендовал эти программы. Но в моем текущем понимании, MBA – это не такая стандартная образовательная программа, когда людям дают знания, и они после этого идут, эти знания как-то применяют. Да, программа, конечно, во многом про знания. Здесь достаточно большой объем работы, как на модулях, так и в межмодульные периоды. Но все-таки в значительной степени программа, вот опять же, исходя из моего понимания, исходя из того, как я это чувствую, в значительной степени программа – это про личностное, про профессиональное развитие, про то, чтобы увидеть какие-то для себя новые точки роста и начать их реализовывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова